В эфире новости. Сегодня в выпуске «Свобода слова» стала жертвой военной агрессии России против Украины, заявляют правозащитники. Зеленый свет без виза. За сутки более 2000 украинцев поехали в Европу по биометрическим паспортам. Парк за забором. Жителей Алубки лишают бесплатного доступа в любимый парк. Об этом и не только. Далее выпуски в студии Елена Солонина. Здравствуйте. В Крыму и Федерации сегодня отмечают День России. В оккупированном Симферополе местные чиновники заставляли бюджетников выходить на празднование. Людей возмутило, что надбавки к зарплате за работу в праздничный день не будет. Однако протестов на День России в Крыму не было, чем не может похвастаться сама Федерация. Несмотря на праздничное настроение, в более 140 российских городах прошли митинги против коррупции. И хоть они и были согласованы с местной властью, не обошлось без задержаний. Еще до начала акции полиция арестовала в Москве оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированного митинга на Тверской, просто в подъезде его дома. А на протяжении дня силовики только в Белокаменной и Санкт-Петербурге задержали более 250 участников антикоррупционных протестов. Право на мирное собрание в оккупированном Крыму на грани запрета. Про это заявили эксперты общественной организации «Платформа прав человека». Александр Бурмагин и руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на пресс-конференции. Они представили факты нарушений свободы мирных собраний за три года оккупации Крыма. Юристы оценили разгон митингов по закону международного права. По словам Ольги Скрипник, в первую очередь они требуют расследования всех фактов преследования активистов за их право на мирное собрание и свободу слова. Что касается Российской Федерации, это дать доступ всем международным спостерегачам, миссиям ООН и другим международным организациям, безперешкодный доступ к территории Крыма с метою мониторинга и защиты прав человека на территории Півострова. Но также мы обратимся к украинской владе, оскільки на нашу думку не все, что можно делать, делает Украина сегодня для защиты людей, которые остаются в Крыму. Свобода слова стала жертвой военной агрессии России в отношении Украины. Власть Федерации фактически использует события в Украине как предлог, чтобы подавить любое свободомыслие в стране. Как утверждают российские правозащитники из международной группы Агора, свой доклад о состоянии свобода слова они презентовали в Крымском доме в Киеве. Российские адвокаты и аналитики приехали из Москвы в Киев, чтобы рассказать об уголовном преследовании российских граждан, в том числе и крымчан за критические высказывания. По словам аналитиков, ситуация в стране стремительно ухудшается, а за любое сказанное слово и даже лайк в соцсети, сделанный много лет назад, может стать поводом для возбуждения уголовного дела и заключения под стражу. Нам очень бы хотелось, чтобы украинское общество знало о том, что есть в России люди, которые готовы свободно и не боясь преследования со стороны властей высказываться по этой теме, несмотря на то, что они сталкиваются с очень серьезными последствиями. И есть люди, которые говорят, и есть люди, которые готовы защищать это высказывание. Все началось с Евромайдана и аннексии Крыма в 2014-м, уверяют специалисты. С этого момента в России начался очередной виток репрессий в отношении журналистов и гражданских активистов. Давление на независимые СМИ и неправительственные организации, зачистка интернет-пространства и библиотек, а также уголовные дела о госизмене и шпионаже, и, как следствие, поощряемое властями насилие над политическими оппонентами и гражданскими активистами, среди которых новые политзаключенные и политэмигранты. 52 человека в заключении, из которых 25 – это украинские граждане, в том числе крымчане. 18 россиян лишены свободы из-за событий в Украине. Судебные преследования ужесточаются, а сроки судимости увеличиваются. Мы не можем молчать, мы не занимаемся политическими какими-то вещами, мы говорим исключительно на юридическом языке и доносим его до людей. В Украине поддержка нам, в первую очередь, нужна морально и поддержка для тех людей, которых мы защищаем, потому что мы защищаем очень много украинских граждан, в том числе в Крыму, которые, в общем-то, сейчас остались практически брошены. Разговор в России о них вообще не ведется, а в Украине он ведется, но мы видим, что вяло. Использование слов «аннексия», «оккупация», «ватник», упоминание Меджлиса крымско-татарского народа является недопустимым с точки зрения российских властей. Основной раздражатель – украинский флаг. Уже сегодня открыто 16 уголовных дел по статье «Сепаратизм», которые непосредственно связаны с Крымом. Аналитики уверены, российско-украинский конфликт уже отразился на общественно-политической жизни обеих стран. Но работать можно и нужно. Я считаю, что нашим украинским медиам необходимо ездить в Крым и продолжать эту работу. В том числе я всегда призываю международных наших партнеров и журналистов туда ездить и работать. Очень важно освещать судебные процессы на территории материковой России. Правозащитники настаивают на том, что в повестку дня международных переговоров Украины и России должны стать не только прекращение огня и урегулирование территориальных претензий, но и гарантии соблюдения прав человека в обеих странах. Алена Майская, Мироман Михеев, Новости, ЮАКРЭМ. 2302 украинцы пересекли границы Евросоюза, воспользовавшись правом без виза. То есть попали в ЕС, имея на руках лишь биометрический паспорт. Про это на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, почти 80% выехали в Европу на машинах и лишь 24% воспользовались услугами авиакомпаний. В основном украинцы выезжали в ЕС через Польшу, таких большая часть. Почти за двое суток работы без виза отказ в пересечении границы получили лишь 4 человека. Напомним, 11 июня в силу вступило решение Европейского Союза о безвизовых поездках для граждан Украины. Главное условие – наличие биометрического паспорта. Ялтинцев отправили в кровавый лабиринт истории. Организаторы называют его туристическим аттракционом. Пока украинцы радуются прорыву в будущее и едут в Европу без виз, крымчанам предлагают отправиться в прошлое. Назад в кровавый 2017 год. На пути в прошлое на посетителей глядят с фотографии Ленин и Троцкий. Радуют цитатами Карл Маркс. Дальше – больше. Красноармеец с мечом на фоне Донецкого бассейна призывает добить живого Врангеля. А мужик в красной рубахе ловко рубит голову польскому пану. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на такую историческую экскурсию. Надо было сделать аттракцион «Путешествие» в 1937 году. Реалити-шоу с пыточными НКВДшниками, гулагами. И все по-настоящему, чтобы уже четче ощутить прелести совка. Судя по тому, что творили большевики в Ялте 1917, это должна быть комната ужасов. Чтобы меньше тосковали за Родиной, даст Бог, когда вернуться, этого маразма уже не будет. Дочь написала, мама, они что, с ума все там посходили? Я вот это была курортом, а не помойкой истории. Троцкий, Распутин, Румановы, а Пуруч памятник Ленину. Як все шлахитисно в палате номер 6? Исторический круговорот умалишенных. А на выходе с исторического прошлого вас встретит доисторический асфальт. Разбитая набережная и табличка «Проход на причал закрыт». А от самого пирса почти ничего не осталось. На отдых по расписанию оккупационной власти Крыма сделают платным вход в Воронцовский парк. Руководство дворца-музея уже устанавливает новое ограждение. Такая перспектива вызвала у местных жителей бурю возмущений. В соцсетях люди пишут, что выходной билет на территорию парка может стоить около 300 рублей. Это около 130 гривен. Также со временем появятся и абонементы на посещение парка для тех, кто привык регулярно гулять по Воронцовскому парку. А вот бесплатно прогуляться парком можно будет лишь рано утром с 6 до 9 часов. Жители Алубки это возмутило, и они записали видеообращение к президенту России. Воронцовский парк огораживается металлическим забором, а также планируется взывание оплаты за его посещение. Таким образом перекрываются все входы на городские пляжи, входы к остановке, входы к единственному месту отдыха в нашем городе. Ученики школы-интерната из прифронтового Торецка побывали в Киеве. Экскурсии для них организовали офицеры управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. О том, как прошла поездка и что чувствовали дети, расскажем в следующем сюжете. Это ученики школы-интерната из Торецка. Город находится в Донецкой области, прямо на линии разграничения. Дети говорят, что хоть к обстрелам привыкли, но дома иногда все равно бывает страшно. Особенно возле посадок, там, где живешь, страшно. Это побудило офицеров гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины привезти ребят в Киев и показать мирную столицу. Все, чтобы хоть немного отвлечь их от военных будней. Организовать детям насыщенные выходные военным помогли их партнеры-благотворители. Дети – это наше будущее. Мы также пытались сделать так, чтобы эти дети, которые живут неподалеку от линии Зикнания, которые постоянно живут и учатся под обстрелами, получили немного позитива, чтобы могли немного переборать и получили абсолютно новые эмоции, которые, мы уверены, запомнимся им на все жизнь. Усилия военных оказались не напрасными. Участники поездки поделились с нами впечатлениями и рассказали, что поразило больше всего в Киеве. А напоследок военные запланировали сводить ребят в киевские дельфинарии. Ученики школы-интерната говорят, родители не боялись отпускать их в Киев, потому что украинским военным и педагогам доверяют. Ну, я съехал с лучшими учителями города. Отлично, что живем в прескантовом городе. И шанса у детей посетить цирк, зоопарк, тот же Макдональдс, нет. Поэтому для детей это яркое незабываемое впечатление. И родители, конечно же, с удовольствием, с радостью. И они ждут своих детей, которые поделятся своими впечатлениями. Дети улыбаются, дети энергичные и совершенно не хотят уверенности. Ребята надеются, что еще обязательно вернутся в Киев. И благодарят военных и благотворителей за то, что подарили им активные выходные. Александра Очман, Артем Беребенец для ЮАКрым. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Салонина. Смотрите наши выпуски по будням и подписывайтесь на ЮАКрым в фейсбуке. Удачного вечера. Редактор субтитров А.Семкин